Кто этот человек? Я серьёзно, кто этот человек? Павел Дуров Дуров Павел Дуров Уверен, все вы подумали, что это создатель популярного сайта ВКонтакте Но это не так Павел Дуров не создавал ВКонтакте Но об этом чуть попозже Так кто этот человек? Я лично не знаю Я могу сказать, кто такой Сергей Зверев, например Где он сейчас живёт, чем занимается и так далее и тому подобное А вот Паша такой хитрый, такой скрытный Что мало кто знает, где он даже сейчас находится То есть, где живёт Одни говорят, он живёт на каком-то острове Другие, что он прячется в России Третьи, что это очередной двойник Путина Послушайте меня Вы меня слышите? Крайне сложно сейчас писать сценарий о том человека, о котором вы якобы всё знаете О котором уже смотрели много роликов Где уже знаете о Дурове много информации Поэтому я сделал не так, как у всех Прошу минут 10 вашего внимания Если вам надоела реклама бинарных опционов и прочих сомнительных инвестиционных программ Транслогистик Это крупнейшая компания-грузоперевозчик Доставляющая тысячи тонн грузов по всему миру каждый день Присоединяйся и получай до 80% от суммы депозита в месяц Широкая линейка тарифных планов позволит вам выводить прибыль уже через 24 часа Интуитивно понятный интерфейс Горячая линия, а также возможность заработка без вложений Всё это Транслогистик Ссылка в описании У Паши Дурова есть брат, который практически сам написал сайт ВКонтакте А Паша начал просто продвигать и пиарить сайт Абсолютно нигде Не упоминая своего брата Николая Дурова Николай самый настоящий, извините, ботаник Но он умный и талантливый человек Многие называют Колю техническим гением В подростковом возрасте родители не хотели, чтобы Паша Который тоже отличался своим нестандартным складом ума Не меркнул в тени старшего брата Вундеркинда Решили отдать его Не, блин, это неинтересно Вот смотрите, Коля Дуров, он настоящий гений, да? Из калькулятора может сделать айфон за пару часов Это чтобы вы понимали, какой он крутой чувак Но Паша всегда старался не отставать от брата Родители это всё видели и переживали, чтобы эта гонка не обернулась дальнейшей проблемой для парней Но никто даже и подумать не мог, что Павел не то что догонит, а опередит своего брата в успехе Плюс ко всему, они смогли сработаться и создать один сайтик На котором многие проводят своё свободное время Рабочее время, ночи, жизнь Николай Дуров Ещё с раннего возраста он начал демонстрировать признаки своей гениальности Вдаваться в детали не буду, скажу только, что он в свои 10 лет мог отремонтировать практически любую электронику Причём ему никто ничего не подсказывал Всё сам, по книгам, по своим ошибкам, практике Говоря простыми словами, у гениальных людей развита та часть головного мозга, которая у нормального человека приглушена Но и у нормального же человека все части головного мозга работают в полномере Поэтому мы все похожи друг на друга У гениальных же не так Они могут с калькулятора собрать айфон, но сходить за продуктами в магазин это сложнейшая задача Николай с самого детства начал проявлять замкнутость, необщительность И с возрастом всё только усугубилось Павел же не настолько гениальный технарь, как гений Однако он более гуманитарный, способен организовать Например, в институте он провёл конкурс красоты с большим размахом Привлёк предпринимателей известных брендов Даже сам директор не мог этого сделать А тут обычный студент, но как оказалось необычный Способен продать, способен реализовать планы, мечты Эти два брата идеально дополняют друг друга Если бы не было Николая, Павел бы не стал тем, кем является А если бы не было Паши, Колю, наверное, никто бы не смог понять и реализовать его потенциал Что касается участия Николая в проекте, сделавшем миллиардером его брата Он действительно стоит за технической составляющей ВКонтакте Когда Паша увидел Фейсбук, он тут же позвонил Коле и сказал Нужно быстро писать программное обеспечение для его русского аналога И никто кроме тебя не сделает это лучше и быстрее Я должен быть первым Но сама идея, как и её дальнейшее продвижение, без сомнения, принадлежат Паше Вопрос, кто же создатель сайта ВКонтакте? Идея Паши создал Коля Реализовал, раскрутил сайт Паша Думаю, справедливо будет назвать их обоих создателями ВКонтакте Так, с этим разобрались Расскажу о личности Павел Дуров Это циничный, с дико завышенной самооценкой, требовательный 33-летний предприниматель Больше ничего добавить от себя я не могу Он не будет делать с вами селфи, улыбаться на камеру Он покажет вам фак или пошлёт нахер Он считает себя выше всех остальных Разбрасывая деньги с балкона обычным прохожим, как корм для птиц Он не станет останавливаться на требованиях сотрудников полиции Однажды нарушил правила ПДДД ПДДД ДПСник попросил выйти с машины водителя Но тот отказался и продолжил движение Полицейский прыгнул на капот Паша не растерялся и дал газу А когда ехать дальше было некуда Выбежал с машины и скрылся в неизвестном направлении Я думаю, что Паша Дуров смог развить свои интеллектуальные способности, возможности Короче, он не может, он считает уже прошлым, пройденной ступенью эволюции Жить стандартной жизнью, как живут все остальные Никотин, алкоголь, одни из наиболее опасных наркотиков Я запретил рекламу сигареты выпивки во ВКонтакте Любовь, это тоже наркотик, поэтому я не влюбляюсь Заявил он в одном из немногочисленных интервью Я только несколько роликов отрыл в сети, где Паша говорит на русском С Роналду и то больше находил Так любить его или ненавидеть? Ни то, ни другое За ним просто нужно наблюдать и восхищаться Восхищаться, как он нагнул российское правительство С телеграмом же вы все знаете историю, которая продолжается до сегодняшнего дня Мне лично интересно было наблюдать за Стивом Джобсом Удивительно жить в тот самый отрезок времени, когда рядом с тобой живут такие великие люди, как Дуров, Илон Маск и другие Причем Дурова часто сравнивали по жестокости с Джобсом Как говорит бывший сотрудник ВКонтакте Я один из немногих обычных сотрудников, кто общался лично с нашим вождем А мы его так называли Он когда смотрит на тебя, будто твою душу видит Я не скажу, что он плохой или жестокий какой-то Но когда я находился рядом с ним, мне было страшно И не потому, что он мой начальник, нет Он просто как дьявол Всегда в черном, всегда серьезный Каждое его движение уверенное Он приковывает, гипнотизирует Я никогда не забуду тебе несколько минут этой встречи Не понимаю, почему из него делают чуть ли не святого, абсолютно ничего о нем не зная Джобс был удивительно жестоким человеком Он мог послать работника Он не признавал свою родную дочь Он мог ударить сотрудника О жестокости Стива знают многие, да? Но блин, Паша Дуров недалеко ушел Но я им восхищаюсь Я его не люблю, но в президенты выбрал бы его Это знаете, как девушек привлекают плохие парни Так и Дуров привлекает всех Кстати, деньги Паша тратить тоже умеет Одна только квартира Дуров в Санкт-Петербурге стоит 500 миллионов рублей Именно туда за ним приезжал ОМОН 9 декабря 2011 года Когда во ВКонтакте нагрянуло ФСБ Кроме того, за 500 тысяч долларов для себя и брата он приобрел гражданство Карибского государства Недавно закрепился в Дубае Снял или купил шикарный офис в небоскребе Рассекает на белом коне по пустыне и ходит по шумным вечеринкам Сейчас примерно, вот как говорят, живет так вот Паша Дуров Зачем спрашивается было изображать из себя Марка Цукерберга Казаться милым и хорошим Выходить к людям, здороваться, обниматься А потом отмываться от них часами Как говорят бывшие его охранники Если ты плохишь в черном То оставайся плохишом в черном Ведь ты Паша Дуров И это неплохо, это нормально Мы следим за твоей жизнью, поступками, реализацией твоего плана О котором я расскажу чуть позже Дуров же изначально пытался показаться хорошим И чтобы его все любили То есть он скопировал не только сайт Фейсбук Но и образ Марка, который действительно добрый и хороший человек Павел Дуров всегда любил число 2 Видимо протестуя против навязанного стереотипа о том, что двойка это плохо Поскольку означает неот в зачетке Пытался доказать, что второй номер может быть плохим Но им будут восхищаться Если ты второй, это не значит, что ты хуже первого И быть вторым у Паши получалось прекрасно Будучи вторым сыном и вторым талантливым ребенком в семье после брата Он выжил максимум из способностей их обоих Став вторым после Цукерберга Дуров смог создать свой уникальный продукт Сначала ВКонтакте, потом Телеграм И судя по всему, это только начало Но есть еще кое-что, в чем Дуров выступает в роли второго Если посмотреть на его старые фотографии Мы увидим там практически другого человека Оттопыренные уши Русые волосы с признаками раннего облысения Неровные зубы и маленький подбородок Вот как выглядел Павел Дуров раньше Сейчас мы видим яркого брюнета С густыми волосами и скульптурным лицом По словам многих хирургов Во-первых, Дуров сделал пересадку волос На голове этого человека выросла очень густая шевелюра И вероятнее всего он использовал пересадку донорских волос Стоит это будет около 100 тысяч долларов Также он сделал пластику ушей и подбородка Но это довольно легкие и недорогие операции Новые волосы Дуров очевидно красит И на глазах носит цветные контактные линзы Кроме того, хирург усомнился в достоверности мышечного рельефа Дурова Предположив, что он мог использовать новый вид липосакции С помощью которого конструируется идеальная форма тела Но по фотографиям утверждать это сложно Однако посмотрев на ширину плеч до денег и после Кажется, что тут что-то не так Я всегда слежу за его борьбой с несправедливостью Уверен, что у Паши есть какой-то план И он его придерживается По одной из версий Дуров хочет создать некий интернет над интернетом В котором человека нельзя будет отследить Вы знали, что каждый ваш запрос в гугле Каждое ваше сообщение в контакте, скайпе, в вайбере Все отслеживается Даже если вы историю будете чистить, не поможет Дуров решил бороться с этим Ну зачем? Ну вот правда, зачем ему это? Лично мне кажется, просто так Потому что может Он может утереть нос самому большому государству в мире При этом одновременно тусить по клубам в Дубае Он может сделать так, чтобы все его любили Хотя на самом деле любить его абсолютно ни за что Он может взломать мой канал на Ютубе За то, что я тут на него наговорил Так что Паша Дуров Самый лучший Мы тебя любим, уважаем Счастья тебе, здоровья И желаем успехов в борьбе за правду Смотрите, мы увеличиваем отрыв от социальной сети номер два Каждый день это новый рекорд Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова